И снова здравствуйте, дамы и господа! Возвращаемся на вторую карту противостояния NoPink eSports против команды Anon Team в рамках второго цикла DPC-цикла... второго цикла DPC-сезона верхнего... верхнего дивизиона, правильно, будет... Южной Америки, собственно. Первая карта довольно легко досталась для ребят с команды NoPink eSports. Не знаю, что будет на вторую. Микрофона по-прежнему для вас работает Лазари Джем. Всем еще раз привет. Всем привет вновь прибывшим. Ну что ж, Баунти Хантер от Тима Ноу. Да, это интересно. Но такое ощущение, что экспериментики пошли или... либо личные заготовочки, я даже не знаю. Давайте посмотрим пока что, что там говорят наши друзья из GGBet. 11.96 на NonTeam и на 1.02 на NoPink. Разгром полнейший в предиктах. Ну, окей. Оно, в принципе, и логично. Да, Баунти Хантер... По игре, по игре. Ну, как бы, да, что ж тут. Баунти Хантер, это, конечно, интересно с точки зрения выбора героев. Но насколько он полезен здесь будет, пока вопрос, конечно, открыт. Главное, чтобы на NoPink сейчас не начали каких-то действительно экспериментов в плане драфта. То есть, учитывая, что, знаешь, почувствовали на первой карте легкую добычу, так скажем, на второй можно и подрасслабиться, условно. Ну, вроде пока... Да, вот это недооценка соперника, знаешь, иногда такое настроение может негативно сказаться на всей игре в целом. Пока вроде об этом речи не идет. Появляется Oracle, отличный персонаж здесь уже, как бы, работает замечательно. Будет и подсейв, будет и диспел, то есть все отлично. Что дальше? У Фуриона, я вижу, тут у нас unknown от греха подальше забанили. Ну, помимо Фуриона можно много других героев придумать, на самом деле, кого забрать. Я думаю, под того же самого Oracle неплохо тролль бы смотрелся, и Кентавра он нормально грызет, и Снэпфайр тоже. Сейчас Хускар какой-нибудь вообще заедет. Дождешься, как говорится, да. Из таких комбинаций, на самом деле, но правда, я ни разу не видел, чтобы Хускар с этой комбинацией с Oracle побеждал тоже. Кстати, стоит отметить, что мы вчера... Ой, вчера, господи. На прошлой карте мы увидели Кунку, который победил на центральной линии. Что-то мне подсказывает, что сейчас мы увидим Кунку. Который проиграет? Ну, откуда ты знаешь? Может быть, сейчас там Тиму как у... Ой, Тима, господи. Мидер пойдет просто раз в отсек, Тима у них налегко играет. Робо-Зе. Робо-Зе, да, Робо-Зет. А может быть, он Робо-Зе? Робо-Зе. Ну, тут уже нужно, да, узнавать непосредственно самих игроков. Ну, собственно, Бетс появляется для NoPink. Видимо, на центральную линию. Пока Кунка. Что сказать? Да, ну тут, на самом деле, да, больше ничего и не скажешь. Мне кажется, Кункевичу будет очень сложно на этой линии. И... Так, кого выберут в керри, мне теперь интересно, NoPink. Спектра, не знаю, тролль тот же, который ты упоминал. Спектра в бане. Я вот за тролля топлю почему-то. Не знаю, что-то мне подсказывает, что может он сейчас всплыть. Из тех, кто у нас актуален сейчас, Джиггернаут в бане, да. Видим, что Фуриона для HFN тоже забанили. Спектр в бане. Медуза в бане. Лайфстилер, который тоже неплохо Кентавра вскрывает со Snapfire, собственно. Да и Кунку тоже может хорошо погрызть, тоже у нас в бане. Плюс, да, персонаж со встроенным БКБ, с рейджем своим, который может все это дело неплохо заэведить. Не дать себя поймать ни с Крестом, ни с Кентавром станут с этими всеми делами. О-хо-хо, так. Ну, есть у нас еще резервное время у NoPink'ов, больше минуты целой. Поэтому времени на принятие решения больше, чем. Я думаю, еще какие варианты здесь могут появиться из таких. Дровка? Хотя нет, против. А, нет, нормально. Дровка. Что еще? Ну, то есть и вышки ломает нормально, и на линии может. Нормально постоять там до 6-го левел, доживаешь Кентавру, уже к крипам не будет подходить. В принципе, да, линия Snapfire, Кентавру, это вроде как сильно, с одной стороны, но... Меня больше смущает Bounty Hunter, на самом деле, в драфте Team Unknown. Как бы это в итоге кэри бы хат не оказался. Вот я к чему. Вот и тролли забанили сами уже, NoPink'и у нас. Я просто не понимаю, куда его отправят. Ну, то есть, пятерка, видимо, Snapfire все-таки будет у Unknown, четверка, наверное, БХ. Потому что я себе вообще не представляю пятерку Bounty Hunter, если честно. Вот, я об этом же думаю, когда ты сказал про линии Кентавра и Snapfire, я думаю, ну да, эта линия неплоха, куда девать Bounty Hunter при всем при этом. Вопрос, конечно, спорный, но да ладно. Так, ну, последний бан. Ну, тут уже вот, да, кого бы у Unknown добирать себе? Ну, я бы забанил ТБ. Так, на всякий случай. Потому что все еще может появиться. Ну, опять же, мне кажется, не хватает урона построением, и вот этот ТБ, дровка, тролль, тот же вот так вот. Это все хорошо работало бы. По бушечкам чуть-чуть. Ну, в итоге окей. Тут, видимо, своя мета. Ребят? Да, она причем такая, часто бывает, неуловимая. Сейчас вообще какой-нибудь сикер появится ласпиком, смотри, вообще. Лопинг. Ну, я бы, конечно, не хотел этого видеть, но... Вообще не удивлюсь ни разу. Так. Ну, и я за ТБ, если честно. По вышкам бьет, бьет. На линии стоит, стоит. Маги, ну, не сказано. Ну, есть, конечно, но не сказать, что прям критично. Вполне себе можно переживать. БКБ соберешь, вообще проблем не будет. По статам вообще все замечательно. Люди могут только от кунки разваливаться. Под сейв имеется, имеется. Сандр есть? Есть. Ну, или вообще с Ларкой взять. Не париться. Ну, как вариант, кстати. Ну, кентавра он разберет там на линии... Да, любого разберет с Ларкой, при желании. Ну, ладно. Налили. Водички нам на пинге. Сош, ответ от unknown. Я просто думаю, какие варианты здесь есть морфлинга в плане превращений на данный момент интересных. И не сказать, что прям много. Просто сам себе, видимо, герой нравится здесь. Ну, я просто к тому, что обычно ты видишь морфлинга, либо как просто самостоятельный прям жесткий кэрри, который будет с руки убивать, либо там под какую-то комбинацию, да? Будь морфошейкер, морфогирокоптер и так далее. Ну, что-то такое, да. Морфоблейды. Прочее. Ну, да ладно. Ммм, вопрос, куда БХ отправиться стоять? Ну, видимо, четыре. Видимо, четыре. Нужен кэрри по-хорошему, unknown. Ну, вот, поэл. Кстати, не так плохо. Так, ну, все правильно, да? БХ четверочка. Ну, пятерка сный фаер. О, нет, так. Нет, подожди, получается, это Виш у нас на четыре играет? Да. Неужели это будет все-таки пятерка БХ? Ну, я буду в оба глаза, как говорится, наблюдать за этим персонажем, потому что это будет очень интересно. Возможно, в следующий раз, когда я зайду в паблик и пикну себе БХ на пять и начнет команда на меня мощнить, я скажу, а я смотрел за DPC циклом второго сезона Южной Америки, верхнего дивизиона, между прочим. Там unknown team брали, bounty hunter, и нормально играли, поэтому все. Потом ты вспомнишь, да, на какой позиции идут unknown team. Ну, какая разница, это все равно, каждый из них играет лучше, чем я, очевидно. Ну, да, да, в общем-то, да. Есть, как говорится, на кого равняться, а там уж посмотрим, как говорится, когда я дойду когда-нибудь, может быть, в скобочках нет, на уровне игры этих ребят. Конечно же, никогда, поэтому нормально, можно ориентироваться. Но, тем не менее, напомню еще раз вам на всякий случай, если вдруг кто не видит маленький такой желтый квадратик снизу. 1-0 пользуют ребята с командой no ping, очевидно. И это вторая карта. Я думаю, пристольнее всего мы все-таки будем действительно наблюдать за линией, на которой будет стоять bounty hunter 5, и каким образом он сможет помогать фантом лансеру, и сможет ли вообще. Вопрос, конечно, интересный. Отвечать я на него не буду. У него, конечно же нет. Потому что у меня нет ответа, сэрин, на этот вопрос. Ну, на это нам ответит игра. Мы видим смок сразу от no ping. Кто хочет кукки? Ну, слишком плохо. Вардить сейчас у нас команды. Кунка тоже один вардец и мини. Курьер несет ему его стартовый закуп. Оригинально. Да, ну что ж, тут спалили пока шник с ассасином. Выходит здоровый кентавр. С кентавром, как говорится, никто размениваться не хочет на кулачную. Поэтому просто драться не собираются. Что по вардам? Тут у нас два абсервера находятся в миде. Интересно, кто первый все-таки снимет. То есть в центре ваткнет, потому что сорвет куш. Точно. Что вообще по центре я смотрю героев. Ни у кого в центре нет из команды no ping. Ничего себе. Ну, возможно, потом принесут. Ладно. Пингуют у нас как раз пл на эту точку, я думаю. Из-за варда или из-за того, что он там никса спалил? Ну что ж, пятерка БХ с сапожком. Это, конечно, интересно. С Женадой на первом левеле. Ух. Так, смотри, у нас есть столкновение здесь на топору мне. Цепляют морфинга. Хороший стан по двоим. Кентавр слишком плотный. Морфинг может не успеть здесь перекачаться на самом деле. Кентавру больновато. Попытается, задинается, наверное, Брашана, но не успевает. Ладно. Тем временем Баунти Хантер должен был утащить из-под носа Бэтрайдера Баунти Руну. И, собственно, это единственная Баунти Руна, которую он забрал для своей команды. Потому что еще одну, по идее, сейчас заберут, наверное, парня из команды. Тут еще и Снэп Фаер, скорее всего. Это вообще будет супер шикарный старт. Они сделали ФБ, забрали три Баунти. А почему мы все пробежали? Ну ладно. Да, ребят. Там вот эта Руна одинокая. Там Руна? Ладно. Окей, в любом случае уже хорошее начало команды. Но пинг. Так, а тем временем у нас все-таки... Ну это подвышка все-таки погибает. Окей, ничего страшного. Вернется обратно в фулловое. Тут нас начинает избивать Кентавра уже. Пока что на линии здесь один стоит Снэп Фаер. Наверное, сейчас только прилетит. Возможно, это даже, как говорится, осознанный выбор был. Пойти обвышку убийцы, чтобы фулловое уже вернуться обратно на линию. Так. Печенка закидывает Кентавру. Не попадает он по Мэтью. Есть стан. А у Мэтью есть подкоп, который выдает по двоим. И Кентавру больно. Но, правда, пробить его до... Таверны не могут пока, по крайней мере. В миде Бэтрайдер против Кунки. Вот это вот будет тоже интересно. Понаблюдать противостояние. Потому что, по идее, Бэтсик здесь должен напрягать Кунку. Но... Кто его знает. Может быть, Роба Зи покажет, как играть на этом герое. Как доминировать против Бэтрайдера. Хотя я себе слабо представляю. О, а у нас все Кунки самок не забрали. Тут очень контактная линия. Сейчас могут АЧФН еще забрать. Да, АЧФН погибает. Перекачка первого левела прям очень слабенькая. Поэтому без шансов здесь на выживание. И так-то дела на линии налаживаются. Неплохо ответили, а но... Я бы сказал, скорее всего, это будет продолжаться в будущем. Поэтому нужно до, там, четвертого левела потерпеть. А, тут вообще первого левела АЧФН был. Ничего себе. Только сейчас второй получил. Это как раз-таки из-за того, что ты триплой стоял долгое время. Баунтихантер у нас пошел телом, заблочил спаун. Оскара просадили здесь неплохо. Но, тем временем, Никс Ассасин передвигается на бот-линию. И сейчас будет помогать своему хардлайнеру. Да, Оскара затыкал здесь очень хорошо сейчас. Но тут копье залетает в БХ. Щита, правда, нет. Маны не хватает. Только сейчас накапало. Но, скорее всего, БХ убежит. Да, здесь Оскара остается у нас совсем без маны. Ну, слушай, можно с уверенностью сказать, что БХ полностью справился со своей задачей, по крайней мере, вначале, как саппорт. Все-таки задача саппорта пятерки именно, в первую очередь, позволить своему харри фармить. Так, ну вот сейчас его копьем. Там остается буквально одна пичка на 25 хп выживает у нас. Баунти Хантер отходит. Есть у него тангусы, будет сейчас регениться здесь. Тем временем, как Баунти Хантер немного уходит линии, да, чтобы захилиться, Тима сразу начинает проседать. Так вот, очень много динайв у Фантом Лансера, если обратить на это внимание. То есть, ПЛ, по сути, контролирует линию полностью, да, она не особо толкается в сторону команды НОПИНК и нормально себя на линии чувствует. Пока БХ молодец. Пока молодец, мы посмотрим, как будет дальше. Начало это не вся игра. Как правило, наверное, в 90% случаев даже выигранное начало, там первая пятиминутка, ничего вообще не означает, потому что преимущества, как такового, она особо-то и не дает. Это не твое. Да, еще можно учитывать то, что долгое время они стояли вдвоем против, ну, как долгое время, пару минут они стояли вдвоем против Оскара одного. И здесь, по Лу, конечно, было просто все это и ласт хитить, и динаить. Сверху кентавра. Так, ну, стики потратил, на самом деле, за счет этого выжил, так бы, наверное, урона хватило. Он должен уходить по-хорошему здесь, у него есть телепорт, он может его сделать при желании, но пока не хочет. А вот Оракл, возможно, в таверну хочет отправиться, хотя, ну, факт, есть печенька, Ораклу больно, стан, Мортлинг, может быть, поможет, нет. Мортлинг помогать не стал, в итоге Оракл погибает. Тавер там тоже очень сильно просаженный. Фантом-ланцеры подкопали, на копье поймали, хорошо. Тима стики использует, гадс-ребьюк есть и добивает его Оскар. Да, вот так что Кэрри погибает, это, конечно, неприятно сейчас для парней из команды Аном. В миде пока что доминация продолжается от Бэтрайдера, мы видим, но Кумка там плюс-минус держится. Опять, крипов разница, это не критично. А, ну, здесь вот Даркмагу тоже пришел на маленький стак крипов, два стака у него здесь имеется, на стакал. Тихонечко запал, мы с ручки добираем. Так, Оскар забрали. Ну да, здесь как-то загулял немножко у нас господин Марс, в итоге его просто с руки забили, но да ладно. Хотя, на самом деле, вот я сейчас переключился на Нетворс, не такая, что большая разница между Бэтрайдером и Кункой, там буквально 100 голды. То есть, это нормальная погрешность. Да, да, да. Ну, и Бэтрайдер, да и Кунка тоже у нас фармит этих лесных крипов. Маленькие кемпы. На боте продолжают у нас там Оскары бить. Доплигангер. Хороший подкоп по двоим, может сейчас Баунти Хантер. На самом деле, но уходит в Инвиз. И копье достается в Фантом Лансе. Ну, Никс, на самом деле, может пойти даже еще с руки немножко побить, за счет того, что сам себе он достаточно... Ну, может быть, ХП не самый большой, да, у него. Но у него армор опять, реген хороший, поэтому может размениваться по ХП. На Апэйлу нужно какой-то реген уже было нести себе на линию, но он, видимо, решил прожать стики за счет этого похилиться. Хорошо. Лизу, тем временем, ускорение забирает себе Никс Ассасин. За счет этого забегает за контроль еще Баунти Рунку. Тут еще и Бэтрайдер слетал, своровал чужую, поэтому по Баунти Рунам очень хорошо отыграли сейчас на Упинг. Ну и на линии мы видим, что у Морфинга уже есть Морбит Маска, а значит, по ХП проблем быть не должно. Спокойно можно от крепочков отхиливаться, поэтому он такой... И очень странное нападение сейчас было какое-то, или попытка нападения. Так, эта печенька была не очень. Не от бога, я бы сказал точно. Это уж... Да, в миде тем временем драка. Сгорает бедный Кунка здесь. Вдвоем Бэтрайдер вместе с Никс Ассасином растерзали его. И это еще один фраг в копилку команды НОПинг. Ну пока они плохо действуют. Не сказать, что есть какой-то авторикрон в Горсу. Вроде и те, и те нормально себя показывают. Есть какие-то размены на линиях. Ну вот мы видим, да, что у нас и мидеры, и керри близко очень по нотворцу находятся. Сверху? На топе нападения на Кентавра. Хорошо просадили, но за счет... Перефайн Флеймса хилится Кентавр. Не хватило немного урона, чтобы его забрать. И правда, самой малость не хватило. Бэтрайдер фуловый возвращается обратно на линию. Здесь уже Кунка понимает, что нужно, наверное, отойти. Забирает крипочков, и все. Снизу, тем временем, ПЛ очень битый. Еще карапойс ударился. Что еще? За монобернить можно? Ничего себе. Неплохо ПЛ. Он не боится, что сейчас здесь стики будут, да, будет подкоп, и что-то еще его заберут. Ладно. Он пока что разбирается с двумя. Все-таки сверху забирают на Снэпфайр. Я вас славлю твою игру. Пошел хилл очередной. Я Хантом-1 сразу. Ну и ПЛ понимает, что, наверное, пора бы в сторону леса выдвигаться. Купил себе уже проте. Дальше будет Яша, наверное, как промежуточный артефакт. Думаю, что он будет рашить сразу же себе манта стайл какой-нибудь, скорее всего. Сразу дефуза после этого будут появляться. Но морфинг уже начинает на линии огрызаться. Серьезно так. Мы видим, что морбит маски ему вполне себе хватает, чтобы контролировать хп. Есть стампит. Так, стампит. Кого? Битрайдера? Поймали битрайдера на крест. Сейчас вернут под корабль. Хорошо, минус армор есть от Снэпфайр. Фракс достается с Сакарда все-таки. Есть у него уже фут. Кентавр уплотняется. Так, дальше у нас нападение на Панду Буу. Цепляет Оракла. Ну, фраг для Баланки Сансора. Неплохо, неплохо. Быстрый выход. Ну, незамечательно, опять же. Да, сделали два фрага, действительно хорошие. Забрали мидера, но мы видим, что пока восьмая минута. То есть преимущества как такового нет, пока ровно идут обе команды. Посмотрим, как будет дальше. На самом деле ситуация может сильно измениться, когда БХ получит шестой. За счет там трек киллов и так далее. Да, по экономике как-то можно будет бустануться. Но и про Оскара мы забыли тоже тем временем. Ситуация у него там, конечно, не самая лучшая. Да, он от того же, например, Кентавра подотстал немножко по фарму. Но пока на линии остался один, потихонечку начинает набирать упущенное, так скажем. И скоро Фэйзи появится. Возможно, с арены с какой-то перетяжкой будет. Даже будет драка. Вверху, как вариант. Тут пока что один НЧФН, но его тут окружают уже враги. Нужно быть аккуратным. Кентавр уже действительно с худом живет получше. Морфинг делает тп аут, идет на бот линию просто. Ну, размер. Размер в итоге бушкана значит будет. Здесь Бэхан может вот так вот побить, пока Морф на лоу хп. Ну, кстати, Морфинг 300 хп. Нет, не заберет его. Ну да ладно, в миде. Поймали снова Бэтрайдера. Возвращает обратно туда этот корабль. Покрест, печенечка. Очень много контроля. Шестого нет у нас у Оракла, чтобы кинуть Фэллспромисс, поэтому Бэтрайдер погибает. Вышку тем временем снизу забрали все-таки парни из команды наупинг. Хорошо, ну да. И оно он сделали сверху. Да, они хорошо делают, ну, чейнят свои станы, да, не выпускают из контроля и неплохая коммуникация. Но на прошлой карте мы тоже видели доминацию от них на линиях. Чем все закончилось, мы видели. Быстроченько эта доминация закончилась. Посмотрим, как этот раз получится. HFN фармит крипов. Здесь у него Марс еще в лесочке стоит. У Марса есть арена, можно ее как-нибудь реализовать. Но, кроме Баунти Хантера, здесь никого нет. Пока непонятно, каким образом реализовать, потому что нет героя, который будет первым идти вперед и начинать, собственно, драку. Этим героем по-хорошему должен быть сам Марс, но у него нет артефакта для этого, да, там, какого-то блинка и прочего. Бэтрайдера, возможно, в будущем станет, вот, после травелов себе соберет. Но, как правило, Бэтрайдер из центральной линии не форсит себе быстрый блинк, да, там, что-то собирает на статы. И только после начинает как-то двигаться по линию. Вот сейчас на Бэтрайдера, на Кентавра, возможно, будет нападение. Есть стан, пытается убежать. Три стака напалма на нем, на самом деле, его могут не отпустить. Так, рапассирует его хорошо, Мэтью. Есть лассо, сейчас будет файрфлай. До последнего, до последнего Мэтью не показывался, что он рядышком, да, ждали как раз-таки того момента, когда Кентавр нажмет все-таки свой стампид, чтобы его перехватить и не дать ему убежать. Отлично сыграно, хороший фраг. Как итог. Так, Пэл решил себе все-таки хут подсобрать, да, я так понимаю, чтобы поплотнее быть. Баунтихантер кидает трек на Мэрфа. Воровал ру. Баунтиру, но ставится сразу вард от Мэтью. Просветили. Но это получается П польза, а Баунтихантер пока. П профит, П польза. Тем временем в миде Даркмага у нас попадает на крест очередной. Есть у него сармор по нему. Выдвигает попытка засейвить своего мидера от ноппингов. Есть здесь рядом и Мэтью, и Оракл. Оракл получил шестой уровень, есть у него фолсправность, если что, можно пойти и помочь. Баунтихантер просто стоит и HFN по кулдауну закидывает трек. Ну, пусть стоит, что поделать. Это лучше, чем он будет умирать где-то. Опять же, HFN от этих треков ни холодно, ни жарко. Там вот смок был разбит от ноппинг, сейчас они отправляются наверх, могут кентавра поймать, перехватить. Но нет, кентавр вовремя уходит. Баха ворует просто XPU, у HFN. Делится. Так, что тем временем у нас укунки? Укунки есть сэндж и, ну, плюс-минус половина бкбшки. А у пла... Ну вот, смотри. Так, сейчас, где у курьер? Да, несет ему остатки худа. И дальше пойдет диффуза. С диффузами уже будет возможность принимать участие с врагом. Ну, до диффузов еще жить и жить, на самом деле, по-хорошему здесь. Но, безусловно, ноуны уже набрали хоть какое-то преимущество 1000 золотых. Сейчас появится блингдаггер у кентавра, и... От него можно будет как-то, наверное, играть. Должен быть смог, как раз, под этот блинг, да. Конечно, конечно. Ну, давайте смотреть на результативность, удастся кого-нибудь поймать или нет. Да! Поймали Никса Сасси, но успевает нажать карапейс. Но тут уже Торан залетает. Еще попутно подцепили и Оракла. Оракл себя, вроде, не потратил ультимейт, но его это, судя по всему, не особо бы и спасает. Правда, в это время арена от Марса залетает. Перехватили Снэпфайр. Здесь она не знает, куда деться. Как-то не попадает Марс, но урона хватает. В итоге забирает Снэпфайр. Назад возвращает обратно Марса. Марсу больно, но здесь Марс не выдержит. Никак, Марс тоже погибнет. И все это по трекаме, и все это очень хорошо для Тима Ноун. Мы видим, что они за драку почти тысячу голды наиграли в свою пользу. И Бэтрайдер, к сожалению, ничем помочь не смог. Ну и вышку еще потеряют, наверное. Да, здесь начинают работать по Тавру Тима Ноун. Мы видим ТПшки, Бэтрайдер, Файрфлай прожимает. Будет кого-то вцеплять, зацепил Кунку. Вытянет его на ХГ или нет, оставляет Тан на месте. Снэпфайр выдает туда хороший ультимейт. Могу урона, Бэтрайдера вернули на крест. Бэтрайдер все еще живет. Морфинг здесь стреляет по Кентавру. Превратился он в Снэпфайр, дал в минус армор. Забрал Кентавра, но HFN сам здесь рискует. Так, ну никто из ноу-пингов не погиб, как минимум. Забрали двоих уже, хорошо. Можно дальше немного попушить Тавр, Кейпы рядом. Есть фортификейшн от Тима Ноун. Ну да, подзадержались, а Ноун могли бы сразу уходить. Все должны были понимать, что перетянутся ноу-пинги здесь. И не будут отдавать просто так вышку, в мине. Их за это наказали, и почти все преимущества, но сразу же за одну драку отдали своему оппоненту обратно. Так, у Морфа тем временем появилась Яша, что это будет Манта Стайл или Сенчин Яша. Ну, Манта Стайл там скидывать какие-то треки, возможно. Неплохо будет, но я думаю, что ради этого только. Ну, на Морфа, Манта Стайл в принципе неплохо, да, смотрим. Ну, статы, в любом случае Сайленд скидывать какой-то в будущем, да, потенциально что-то такое. Просто две иллюзии сильные, да. Манта Стайл хорошо. Так, стоят на судьбе команды на своих частях карты. Здесь Балтихантер такой гуляет. Продолжает раскидывать на HF на треке. Ну, на самом деле ему бы аккуратно гулять, потому что там все-таки сентри имеются у парней из команды NoPink. И учитывая, что у него хп-пул там не самый большой, за счет какого-нибудь одного раскаста он может уехать в таверну. Ну да ладно. баунтихантера лежит на таверну. Мидтауэр был динайл. В любом случае, пока вот это вот непонятное передвижение от линии к линии вполне устраивает парней из команды NoPink, потому что они продолжают расти, собирать артефакты. Вот блин появился у Марса, есть кому теперь врываться, начинать драку. Там почти готово БКБ у Бэтрайдера. Пока что непонятно, что будет собирать себе Мор все-таки дальше по итогу. Но тем не менее, атака идет. Атака идет в сторону Кентавра. Но Кентавр предусмотрительно уже спрятался под вышкой. Его здесь, скорее всего, уже не рассекретят никак. Просканили на всякий случай треугольник. Силы света никого там не нашли. Увы. Вот и все. На этом пока что... Закончился на этом смог, да? Умнец. Да. Так, ПЛ. Хорошо. До диффузов остается ему купить только рецепт. Парник на боте. Стоит здесь бабка рядом с ним в лесу. Стакает крипов. Ну, Пинги там практически на своем треугольнике находятся. Тоже так же расходятся по линиям. Дальше Фред. Пока никаких свечек у нас нет. Да, внезапно как-то игра очень резко замедлилась и успокоилась. Пока нет никакого экшена вообще. Ну ладно. БКБшка свежая есть у Кунки. Это классно. Может быть смог. Да. Ну, спасибо большое. Но он... Теперь они идут в атаку. И они идут в верном направлении. Они могут сейчас найти какого-нибудь бетрайдера, который все еще без Блокинг Бара. Либо же в миде поймать кого-то там. Либо Марса, либо... Экс-Ассасина. Марс уходит на бренке на замедление с диффузов. Залетает. Торрент не попадает. Зато попадает... Ой, какая плохая печенька попадает здесь. Просто мисплей какой-то произошел. В итоге что-то как-то... Какой-то сумбур себе в рассыпную ставится арена. Пошел корабль от Кунки. И в итоге погибает Фантом Ланцер. Погибает следом Марс. Пока что один в один размен. Но Кэрри своего основного потеряли уже. Там поцепилище Кентавра. Фэрфлайн огней его вывозят. Возят на лассо. Он там какое-то время поживет. Скорее всего умрет. Его здесь уже можно хоронить. А вот то, что Никс захватил очень хорошо здесь Кунку. Это вообще шикарная драка. Получится... Если Кунку заберут... Кунка напоследок делает тычку. Потому что это позволяет им сразу же пойти еще забрать вышку в миде. Отличная драка по итогу получилась. Но начало еще кривое было. Но как-то они мисплей небольшой устроили. То есть Кентавр прыгнул. Дал стан. В итоге развернулся. Получил печеньку. И с драки ушел. Да, да, да. Было весьма странно. Вместо того, чтобы впитать. И как-то еще подстанет оппонента. На этом деле все у них захлебнулось. И пошло не по плану. Солар Крест для Снепфайр имеется. Бомбатрайтер хорошо сейчас заберет у него декена. Восстановит себе ману. И я думаю, можно уже, наверное, блинк ему, да, собирать. Копить. Я не уверен, что он вообще будет блинк брать в этой игре, если честно. Может быть, какой-то Ю, что-то такое на контроль дополнительное. Но опять же, есть уже Марс, который будет инициировать. А ты уже постфактум можешь вырваться. Есть второй инициатор, Никс Ассасин. Да и Морфинг тоже может заехать с другой стороны в драк. Потому что можно что-то... Либо Шиву собрать, что-то такое на будущее. Ну, вообще, по-хорошему, да, наверное, Шиву, чтобы как-то с иллюзиями бороться еще. Фантом Лансера. Поэтому, да. Я бы выбирал этот вариант. Ну вот, Пейл принимает решение у нас загрейдить Яшу в Сеншин Яшу. Пока по Нетворсам, ну, в принципе, да, и по финансам мы видим, что у нас нет какого-то преимущества. Там меньше тысячи золота за Team Unknown. Кажется, во многом из-за того, что Пейл много фармит. Ну, раз фармленный Пейл, это всегда опасно, но в любом случае, Морфинг уже неплохо от него оторвался. Но Диффуза уже есть, как минимум, это замечательно. Сеншин Яша позволит ему плотниться. Дальше Тарасочка и... Может быть, что-то на контроль. Какой-нибудь Баш, Райбисолблэйд, как вариант. Вот. Ну, а там БКБ готова уже у Морфинга. Ну, все. И Чфэна тоже теперь быстро не зафокусишь никак. За счет магии какой-либо. И за контроль. Плюс всегда, да, в том, что у него есть еще и Оракл в команде, и Бэтрайдер, который может приходить в таком месте. Есть у нас арена, пригвозили Кентавра. Просто жесть. Конечно, настреливать с Нефар, это все классно, но в итоге Кентавра это не спасает. Там бежит вперед Морфинг, готов еще кого-нибудь подловить. Но это очень плохая атака получилась по итогу от Unknown. Бэтрайдер полетел вперед, у него есть лассо. Мог поймать того же Баунти Хантера, если была бы просветка. Сентри ставится поздно. Поймали Чфэна на кресло. Ну, это такое. Это не какое-то продолжение. Повезло то, что Оно наделались только одним фрагом. Могли бы потерять еще кого-либо. Своей команды. Да, успели вовремя развернуться и уйти. Хорошая арена там залетела. За время этой арены как раз Кентавра забрали. Но вот Кунка прожал БКБ. За счет этого БКБ он выжил. Загрейдил себе Кунка Сэндж в Алибарду. Против Морфак. Приятно. Ну, так-то да. Это, конечно, классно, но... Нужно еще успевать это все накидывать. Так. Как будто ни было. Снизу за Беттрайдером Погоня. Но здесь рядышком Никс Ассасин. Может быть, Перехват. Оракл рядышком, если что, будет Феллс Промис. Беттрайдера. Поймали здесь двоих на торрент. Пока что съесть... Врыв от Морфлинга. И стан от Кентавра. Пока что Снэп Файр живет. Феллс Промис заранее. Арен уже откатил от Оскара. Боже мой. Как же по таймингу здесь все сделали. Но пинге погибает Снэп Файр. Драка продолжается. Поймали все-таки. Здесь Никс Ассасин на торрент. Он погибает. Пока что под Дизармом находится Морфлинг. Не может все-таки драться. Но Дизарм скоро закончится. Кентавр. Наперекват прыгает. Марса поймали. Марс успевают убежать. Пэл добьет ли его. Сжимает Морфлинг. Пытается зафоксить Кунку. Кунку убегает. Буквально на пару ударов. Еще одну тычку. Надо отвесить. Кунку все-таки забирают. В это время Фантом Ланцер вгрызается в Никс Ассасина. Никс Ассасин просто пытается выиграть время. Откидывается назад под копом. Баунти Хантера до конца. Потому что Никс под треком. Его все-таки добивают. И нужно уходить Морфлингу теперь. Но ему не дают этого сделать. Ой-ой-ой. Он перекачивается в силу. Но тут слишком много урона. Но это никак не пережить. Отличная драка от Team Unknown. Сделали они. И получается. Ну 5 фрагов. Там был еще байбэк от Никс Ассасина. Если так брать. Все это под треками. Ой-ой-ой. 3. 400 золота просто за одну драку. Жесть. Ну хорошо. В этот раз им получилось все расконтролить. И закинуть все скиллы вовремя. И ПЛ там много урона внес. Супер просто. Заберут еще 1 тавер на боте. И поднялись. Вот действительно. Чуть-чуть было у них отставание от NoPing'ов. Сейчас уже 3000 в плюсе. Как-то получилось эту драку действительно растянуть. Пережить. Но это тревожная новость и теперь для NoPing'ов. Для NoPing'ов. Потому что ПЛ-то скоро догонит морфлинга. И наверное перегонит. А бороться с ней по-хорошему пока непонятно. Всю драку он бил. В это время нападает на Bounty Hunter. Не жалеет даже арену. Марса. Ну там опять же КД совсем маленький. Можно КД прожимать. Ничего страшного. Зато на Зойлевого БХ. Его убили. И сбили из него стрик. Из пяти убийств. Что кстати интересно. Да? Для пятерки БХ. Вау. Ну ладно. Если учитывать такие драки. То это будет очень сильно в плюс для NoPing. Все эти убийства под треками. Дополнительные деньги. Только кайф. ПЛ у нас затарился. Дагонит шарф. Уже имеется у него. И. И. Следующим артефактом для него будет Скади. Против морфинга опять же. Да. Просто на статы хороший артефакт. Да. Я думаю что морф возможно тоже задумается насчет этого. Да. Да. Тоже будет себе Скади покупать. Там тем временем смог атака на Рошана. От команды NoPing. Они пытаются по-быстрому его забрать. Неподалеку находится БХ. Наверное зайдет сейчас на разведочку. Хотя нет. Пока траки кидают по Бэтрайдеру. Бэтрайдеры просто выигрывают время. Рошана тем временем добивают. Тихонечко NoPing. Неужели не догадываются сейчас анон. Что. Команда вражеская бьет Рошана. Похоже даже Усом не ведут. Да. Да. Даже не ведут. Да. Как-то заняты они своими делами. ПЛ увлечен сильно фармом. Поймали. Забрали. Или БХ. Да. БХ забрали. Пошел вперед Бэтрайдер. У него есть лассо. Можно попробовать поймать сейчас Snakefire. Ее подловили. И Snakefire тоже выиграет. Еще один фраг. Ну и сразу же переходим в пуш. Ломаем Т1. Ломаем Т2. А Егис у нас. Бояться нам нечего. И что-то мне это напоминает сценарий прошлой карты. Потихоньку уже. Хотя по-прежнему преимуществом 2000 за Аноун. Да. Было уже 1000. Но все равно. Видно насколько опытнее наверное в плане действий сейчас у нас ноупинги. Драка конечно у Аноун последняя была хорошая. Но это пока одна драка. Нима таких еще парочку провести. Чтобы укрепиться так скажем по экономике в этой игре. Но что-то мне подсказывает. Но пинг не дадут этого сделать так просто. Да. Немного плывут Аноун. Делают хороший мув. Казалось бы хотелось после этого хорошего мува. Как-то немного сделать паузу. Пережить все это. И сделать еще один хороший мув. Но за хорошим мувом. Часто у них следует плохой. И дает это ноупингам. Какую-то уверенность. И по игре вообще. Они пошли вот сейчас например. Сделали пару убийств. Забрали Рошана. Забрали Т1. И потихоньку-потихоньку. Они начинают свое преимущество возвращать. И наращивать. Вот это я думаю и отличает опытные команды от неопытных. То есть они знают что, зачем там. И когда они делают. Была попытка затопить Баунти Хантера. Но у него уже есть Форс Став. Он спокойно катился на свой хайграунд. Повесил трек и на Марса. И на Никс Ассасина. Ну не знаю. Марс там уже половину хп потерял. Ой-ой-ой. Хорошо. Как же забайтили сейчас ноупинге на свою половину парней из команды АНОН. Пошел корабль от Кунки. Будет подцепить на Кентавра. Кентавр вообще убегает отсюда. Кентавр горит. Да ладно. Неужели сгорит? Неужели сгорит? Нет. Кентавр должен жить. Кентавр выживает. Снэпфайр ультует. Но тут БКБшка. Боюет хорошо у нас Кунка. Выбивают. Здесь жизнь из Марса. До конца бежит у нас АЧФН. Разваливая Снэпфайр. Выбили Аегис. Но здесь рядышком Никс Ассасин. Просто так тиммейта своего в обиду не даст. Бэтрайдер далековато ушел. Бэтрайдер вгрызается в Фантом Лансер и делает фраг. Следующий на очереди теперь еще и Оракул. Оракул тоже отправляется в таверну. В большом плюсе выйдут в этой драке парни из команды АНОН. Особенно конечно Фантом Лансер. Который наделал фрага в 4-2-7. У него скоро появится Скади. Ну я не знаю. Это тревожный знак на самом деле для НОПИНГ. Такой ПЛ. Скоро появится еще и 20. ПЛ просто приходит на последней стадии драки. Забирает киллы. Диффузами жжет всю ману. Очень хорошо это помогает его команде. И вот сейчас опять 1100 золота. Он там 1183 золота поднял за эту драку. И опять вырвался вперед по отношению к морфингу. Ну вот только я похвалил НОПИНГов, что они действуют. И сразу заливочная пошла. Ну на самом деле изначально НОПИНГи-то все вроде как грамотно делали. Байте ли байте ли на себя. Мы видим, что вынуждены были АНОН уходить на чужую территорию. Но немножко это не хватило прочности, так скажем. Пока не критично. Все еще играбельно. Для тех и других. С другой стороны АНОН довольный. Я думаю, что выбили Аегис. Теперь ему можно не опасаться особого давления. В ближайшее время вряд ли пойдут дальше Т2. Куда-то у нас парни из команды НОПИНГ продолжат фармить свои артефакты. Как минимум Скади нужно дождаться на морфлинге. Бэтрайдер себе там дофармит Шиву после покупки Акта Ринкора. У Марса тут пока что отличный артефакт против Иллюзии. Это у нас будет Кримсон Гвард. Да, для себя и для команды. Очень хорошо. Ну, АПЛ после Скади будет собирать Аганим. Нет, не Аганим. Это Актарин. Это АПЛ через Копье. Да, да, да. Это Актарин. Это Актарин, все верно. Так, мы с Майлс Шторомом комментили эту игру, где был ПЛ через как раз Актарин и Аганим Шард. Не помню, кто играл, если честно. Но там была прям развальная. Там на 15 минуте уже все было понятно. Сошлись на том, что неизвестно, как этот айтем билд сработал бы в других ситуациях. Но сейчас, не знаю, не выглядит это настолько надежно, как какая-нибудь Тараска, да, на ПЛ условном. Который за счет этой Тараски огромной плотностью обладает. Иллюзии у него становятся очень жирными. Но здесь очень интересно будет, наверное. Смотрим. Так, хорошо, уже мегакил у нас у Тима. 5-2-7 счет. Хорошо идет. Наращивает преимущество потихоньку, а ноу. Да, уже 5к, опять трекил. Трек-то там уже второго левела. Да, так и есть. Золото побольше дает. Ну. Не знаю, как выбираться будут, на самом деле, из этой ситуации на Упинге. Не сказать, что морф, конечно, слабый. Но видно, насколько с каждым разом ПЛ становится все сильнее и сильнее. По поводу билда через Актарин Корр я, если честно, не наблюдал воочию. Насколько это круто или не круто работает. Но познакомимся с одной стороны. Я бы за Тараску все равно голосовал, конечно, здесь. Потому что чем плотнее ПЛ, тем плотнее его иллюзии. Ну, как бы. Я думаю, вы понимаете, как это работает. Так, есть у нас лотосорб на Кентавре. Хорошо, он сейчас Бэтрайдера засейвил. Не дал возможности цепануть. Точнее, Баунти Хантер засейвил. Не дал Бэтрайдеру возможности цепануть. Своё саппорты. Так, есть арена у нас. Не попадает Копьё. Копьё не попало от Оскара. Эх. Хотя, вроде бы, точно кидал. Немножко не хватило. Но Лассо поймали в итоге у нас Баунти Хантера. Баунти Хантера увели под Т2. Его забрали. Ну, правильно, Оскар. Потренируйся теперь на лесных крипах с копьём-то. Конечно. Ладно. Недолго думая, аномно разбивают свой смок и идут в атаку. Прямо сейчас. И Пэл готов набегать. Например, вот на ЭЧФН. Либо же попробовать Оракла подцепить. Спалили здесь. Пошёл ультимейт от Снэкфайра. ЭЧФН успевает уйти на контратаку. Хорошо. Здесь у нас продолжается драка. Больновато. Никс Ассасина. Он выдаёт подкоп. Лос-Промис был потрачен. Батрайд развелает ТП. Уйдёт ли Оракл? Ещё очередное копьё будет у нас от Тима. Встанет. Оракл. Он в инвизе. Инвиз неуязвимость. Инвиз закончился. И здесь просто не оставляют ему шансов. Да, как-то так. Как-то так. По итогу. В итоге. Ну, не сказать, что прям много выиграли здесь за эти два фрага. Да, всего лишь забрали двух саппортов. Но всё же. Можно попушить перевышку. Забрать Т2. И потихоньку готовиться к появлению следующего Рошана. Хотя, Дорошан, на самом деле, ещё ждать и ждать. Две минуты основного времени. Там ещё топ-таймер пропит. О, там Тараска скоро появится уже. А, вот она. Уже Тараска готова. Ничего себе. Пунка так-то суперплотная, смотрю, в этой игре. 4 500 кп почти. Меется. 23 армора. Попробуй пробей его просто так. Ещё и плюс алибарды сверху. Да, у него плохие артефакты. Да, алибарды. Смотри, вот Бейл в прошлой драке закинул 3 копья. И, в принципе, возможно, действительно это сработает. Учитывая то, что копьё отскакивает, да. То есть, можно сказать, что он закинул 6 копий. И у каждого там по 280 урона. Понятно, что резисты, все вот эти дела. Но пока выглядит ничего. Посмотрим, как на дистанции это всё будет работать. За пригоршню монет. Посмотрим, посмотрим. Там в миде поймали баунти хантера подарил. Но, опять же, разменяли его на ультимейт марса. Нормально. Так, что там дальше будет? Там морфинга. Тоже есть кадис, ПКБ. Я МПЛ, смотрю, он себе купил... А, всё, у него линза. Ну, вот линза уже есть, да. Донёс курьер сейчас как раз рецептик. О, привет, бот райдер. Дарк магу. Бежит кентавр, хороший стан. По-моему, Дарк мага привет. Бот файер, расходствовывает ультимейт. Ну, БКБ аут сейчас, я думаю, получится у него это сделать по времени. Получилось. Ну, так достаточно близко было стампид. Дальше фантом лансер преследует у нас оракла. Ораку есть минус. Ну, пока у него ультимейт в КД, можно и в таверну отправиться посидеть. Ничего страшного. Золото без смерти не бывает. Морфинг у нас отдыхает. Морфинг отдыхает. Ну что ж, игра у нас накаляется до предела, потому что следующий Рошан будет очень важный. За него, я думаю, будут бороться те и другие. Но с каждой минуты теперь сложнее будет парням из NoPing, потому что, ну, я не знаю, как они будут драться за Рошана. Там такой кунка жирный. Там ПЛ, который будет просто разносить всё направо и налево. Да, Кентавр тоже неплохой. Смотри, он себе хочет Аганим приобрести. 2-700 у него денег есть. Совсем немного остаётся ему до этого артефакта. Там уже резист на всю команду. Будет очень тяжело пробить под стампидом. Ну и плюс, учитывая то, что Unknown неплохо захватывает карту, начинает работать по Т2 Таверу в топе, рискует оказаться на УПинге зажатыми на своём ХГ. Так, вот сейчас будет интересно. Мне кажется, эта драка может быть во многом поворотной для нас. Так, ну давайте смотреть. Выходит в спину. Могут найти Кентавра. Кентавра, да, вполне себе убиваемый. 2-700 хп. У него не так уж и много запаса. Нападают на него. Кентавра забрали. Окей. Там на Карапейс поймали кунку ещё. Пошёл вперёд у нас Фантом Лансер. Вгрызается в саппортов пока что. Оракл спрятался. У него есть Хеллс Кромис. Если что, есть байбек от Кентавра. Летит на Аван-Пост. А здесь корабль уже от Кунки. Ой, очень плохая драка. Очень плохая драка для команды НОПИНК. И сейчас просто развали здесь одного за другим. Да, байбеки пошли. Два байбека делают НОПИНК. Вгрызается у Бэтрайдера. Бэтрайдер не смог ничего не сделать. Вынужден тратить БКБ и делает ТП отсюда. Отсюда убегает Оракл. Пытается жить до конца. Но нет. Вроде бы его возвращает обратно. Он тоже погибнет. Снэпфайр. Очередной ультимейт. Залетает в Марса. Подпоп хороший от них с Ассасина. Морфминг уходит на Вайформе уже на ХГ к себе. Просто от ПЛ просто невозможно убежать. Одного за другим просто месяц. Сейчас парни из команды АНОН. Морфминг вообще в другую сторону побежал. Уже не в сторону базы даже. Кентавр выдает напоследок стан. И на этом драка, видимо, подходит к концу. Хочу посмотреть байбеки. Вроде как два было потрачено от команды НОПИНК. Насколько я успел заметить. Да. И один был потрачен от Тима НОН. Драка была очень затяжена. И они, получается, от Иванпоста перенеслись под свой хайграунд. У нас свой хайграунд даже. И там погуляли у нас немного АНОН. Но количество урона от ПЛ впечатляет. Десять тысяч он успел за эту драку нанести. Во многом благодаря как раз вот этим Спирит Лэнсам. Восемь штук он успел за эту драку закинуть. Представляете, что она у нас по времени сбилась. Действительно, выбили по золоту две триста тысячи. И, в принципе, очень хорошо подрались. И плюс Рошан, как ты говоришь сейчас, под минус армором. Рошан будет сыром с Аганим Шардом. Там морфинг вот собирает криты. И потом следующим артефактом, как я понимаю, он поставил себе Ниолнир в Квикбай. Потому что вынужден как-то... Да, вынужден как-то что-то... Принимать какие-то меры против ПЛа как раз. Шард добирает себе у нас до Кунка в итоге. Теперь будет у него Тайдл Вейв. Так, какие-то проблемы у нас. Я правильно же прочитал Тайдл, да? Тайдл. Да, 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 вроде. Все правильно. Ну, мало ли. Ну, подождем. Опять же, не забываем, что мы смотрим за Южной Америкой. Проблема с интернетом здесь актуальна как никогда. Возможно, нужно просто переподключиться обратно. Ну, а мы, собственно, можем только подождать. Да, как раз проверил я, что значит слово Тайдл. Это приливная волна, получается, в переводе у нас Тайдл Вейв. Поэтому вот такие дела. Все правильно. Да, может быть, тяжело приходится на этой карте. Хоть и по фарму он сильно не отстает, но ПЛ просто, несмотря на его не самый обычный айтем билд, уже действительно очень большой, очень много в драках от него импакта. И по иллюзиям, ну, как-то особо и нечем работать. Да, можно поймать на хороший какой-то стан, там, в арену, но из арены он выпрыгивает за счет Дуплигангера. Ну, в общем, тяжело ловить. Если Батрайдер в него не влетает, а ты влетаешь там кучей иллюзий, то в любом случае не всегда получается быстро определить, где настоящий. Поймали Мэтью здесь, я смотрю, тем временем. Где-то перехватили, забрали, растерзали. Так, ну, с каждой минутой все сложнее и сложнее. Не устаю это повторять парням из команды Ноупинг. Хороший артефакт выпадает для Ноупинка на Спал Призм, но в идеале бы, конечно, Пэлла бы себе забрать, учитывая, что он играет через такой билд. Он был бы несказанно рад, конечно, этому артефакту. Он был бы несказанно рад, но он был бы несказанно рад. Но теперь нужно как-то от обороны. У него шарм есть, и он тоже уменьшает перезарядку. Он не так хорошо, как Призма. Призма лучше улучшает перезарядку. А, подожди, а ты... А, сори. Призма упала для команды Ноупинг, я говорю. Было бы круто, если бы еще Пэлл себе уйдет. Да, 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 да. Ну, это было бы вообще космос, мне кажется. Он этими копьями просто их закидал. Мана пул, только свобереги. Так, Пэлл заяводил копьё с Доппельгангера. Иллюзию отправил на Бэтрайдер. Жечь ману. Залетает у нас в Марс, а хороший станок Кентавра. Бэтрайдер откидывается. Немного перегруппировались у нас здесь Анноум. Пэлл месит там иллюзиями всех. Гоняет и забирают спокойно бараки Анноум. Ну, там с Ньюсой еще Фэн делает очень важные вещи для своей команды, если что. Это минус-сторона у команды Анноум внезапно. Да, крипы сейчас доделают его темные делишки. Баунтикангер все преследует. Ой-ой, Пэлл поймали. Увезли по Т4 тем временем. Ну, он минус Аегис, наверное. Да? Аегу выбили. Окей. Ну, вот хорошо, когда получается определить, где настоящий Пэлл. Там был, конечно, Кентавр немного вдалеке. Арена? А Доппельгангер потрачен. Но сюда летит корабль. Пэлл какое-то время поживет. Морфинг просто на базе уже. Начинается драка. Пэлл пытается пробить. Доппельгангер откатил. Врывается Кентавр. Хороших танк. Ой, какой торрент. Отличный залетает. Нужно бежать из ультимейта Снэпфайра. ЧП. Ну, ЧП успевает на вейформе уйти. Ой-ой-ой-ой. Очень битый. Очень битый. Но пинг. Но все живы. За исключением Микс Ассасина. Успеет ли вторую сторону забрать у нас парня из команды Анон прямо сейчас? Ну, Т3, наверное, точно заберут. А вот дальше непонятно. Крипы просто на базе также у команды Анон. Да. Там у нас, видишь, как хитро через крест Пэлл слетал на базу. Себе установил здоровье. Выбил еще и фласочку быстренько, чтобы это все сделать. Бэтрайдеры подцепили. Станут Кентавра по Бэтрайдеру. Очень били. Но все еще живет. Тем временем залетает у нас Морф. Сыр съедает Мунка. За счет этого выживает. Танкует пока что Марс. Прожимает БКБ. Пытаются забрать Бэтрайдера. Бэтрайдера все-таки забирают. Не может ничего сделать Морфинг. К сожалению, урона ему просто не хватает. И здесь погоня продолжается за Бэтсом. Бэтс БКБ потратил. Сайл с ареной от Марса. Пошел Лассо. Отлично. Кунку поймали. Кунку можно забрать. Кунку забирают. Отлично. Можно следующим забирать Фантом Лазер. Еще один удар. Ему нужен. Фантом Лазер. Доппельгангер. Добивают и его. На всех управа нашлась ОЧФН. Отдельно стоит отметить, конечно же, игру Оракла здесь. Его Феллс Промисом. За счет этого просто Морфинг продолжал жить, как никогда не жил. И, собственно, эту драку-то и выигрывают на пинге по итогу. Так, вот это переворот. И за счет того, что нижнюю линию ОЧФН уже сломал. Вайбек у Фантом Лансера нет еще 70 секунд. Может быть успеет Т3 сломать по миду. Не уверен насчет бараков. Потому что там есть... А, там нет глифа! Там нет глифа! А как? ОЧФН, когда с руками пойдет... А где они успели потратить? Я не обратил внимания. Возможно, когда ЭКФН как раз на боте пушил. Мне кажется, тогда они прожали. Больше некогда было. А глифа-то нет. Куда-то побежал. Китавр залетает под локусом. Пытается выиграть время. Пошла арена. Эх, немножко не хватило, чтобы подцепить. В это время можно забрать просто Т3 ступить. Можно забрать Т3 ступить. Не париться. Вот, это Морфинг у нас и делает. Вот, я заметил, он очень часто превращается в Снэпфайр, да? Чтобы подлил Шреддером как-то с минус армором. По ТВ-рам еще очень приятно бить с этой с помощью областью. Ой-ой-ой-ой-ой. Там забрали все-таки Снэпфайр. Да, поймали еще и Баунти Хантер. Он там на Форстафе, на ХГ. На просветке на НГ. Его уже не отпустят, к сожалению. И еще один минус. Ого. Неплохо у нас Сноупинг на развороте действует. Просто уже тысяча. Что там по графикам происходит? Я боюсь даже представить. Ну, полностью отыграли. Ну, в целе он, да. И уже теперь... Ведут на тысячу золотых. Ладно. Фантом Монстр появился. Теперь еще у двух героев нет Байбека. Байбека нет ни у кого сейчас. Я как раз только-только открыл страницу с Байбеками. Просто ни у кого на карте. Перемещается на другую линию. Ломает Т3. А почему нет? А ХЧФН с руки-то наваливает очень даже неплохо. У нее там четыре сотни урона. Так, Копьева. ХЧФН есть. С иллюзиями нужно справиться сейчас. ХЧФН. Монта Стайл прожал. На то он попал. Хороший стандарт кентавра. Коропытный станик. Но нет. Хорошая контратака. В итоге кентавра поймали. Его отпустили. Он потратил стампид. У него, если что, агоним уже имеется. Получает баф своя команда. Но все-таки кентавр погибает. А ХЧФН успевает перекачаться. Перекачивается до последнего. Торренштор пошел в Кумки. Но этого не хватает, чтобы сделать хоть что-то. Торрен попадает отлично. Пейл идет до конца. И пытаются все-таки зафокусить ХЧФН. Заталкивает на базу. Кумка сейчас волной вражескую команду всю. Но Пейл, по-моему, не выдерживает здесь давление. Я даже не знаю. Драка продолжается. Но в это время в таверну отправляется Робо-Зет после байбэка. Трак продолжается здесь. Ищет четыре монеты за ХЧФНа получили. Бэтрайдер все еще живет. Да ладно, неужели сгорит? Неужели сгорит у нас Тимо? Нет, не может. Не может сгорать. В итоге Тим Вайб убились просто об сторону. Сейчас ноут пилку. У них тоже ни у кого байбэка нет. В трон, пацаны. Ну, достаточно времени. На самом деле, морфинг еще не будет. Ну, не то, чтобы сломать трон, но чтобы пойти, по крайней мере, оказать какое-то давление. Хотел бы сказать, выбить байбэки, но байбэк только у них один есть. Я шучу. Конечно же, не успеют они пока что. Пока дойдут, там уже герои появятся. Но теперь нужно дождаться следующего Рошана. Ну, конечно, ноут пинки здесь на второй карте поражают своим чудачеством, я скажу так. Потому что порой то, что они делают, не поддается никакому логическому объяснению. Да ладно. Вейл получил 1074 монеты за морфа. Очень жестко бустался. Очень круто отрабатывает в итоге шар Токунки. Мы видели в последней драке, когда он просто затолкнул обратно на базу всю вражескую команду. Команом 4-4 персонажей просто. Да. Так, ну что, Пэйл по миду подошел, да. Он готов заходить на вражеские хэгэ, но можно потянуть как-то время. Но хотя Оракл у них с ассасим такие себе тянущики времени, согласен. Как бы это не было сейчас 1-1 такими темпами. Потому что Пэйл-то быстро ломает. Потратили глип. Водификации есть. Может, через секунду у нас воскреснет. Так, ну отступает у нас немного Аноун. Я думаю, научно они горьким опытом, что перепыковывать тоже не надо. Ой, для Фантома падает Кейп. Да, Элизионис Кейп. Здравствуйте. Очень сильно, на самом деле, в последней драке еще и ЧФ, но бабочка помогала. За счет мальцов он там выживал. Но скоро появится МКБ, УПЛ и, как говорится, халява закончена. Так, в Смаках у нас сноупинги заходят. Чекают Рошана. Рошана еще нет. До конца основного таймера остается 2 секунды. И сейчас мы узнаем, какой у нас будет тайминг. Долгий. 2,5 минуты еще Рошана не будет. Ну вот, это хорошая игра. Фликер по итогу забирает себе Фантом Ланцера вместо Элизионис Кейпа. Тоже хорошее решение. Помогает уйти из-под фокуса, так скажем. Учитывая, что любит его фокусить драко по-быстрому. Так. Бэтрайдер у нас с Айон диском обзавелся. Чтобы более бесстрашно инициировать и не бояться умереть на первом же движении. Также в Кейкбайе видим у него Радик. ВХ бегает, раздает треки. Оно у нас в Смаках. Да, очень хотят подраться перед Рошаном сейчас Аноун, но грамотно все делают ноупинги. Оттягиваются, оттягиваются подальше, ждут пока на их половину зайдут Аноун. И тут аккуратно надо действовать. Треки летят, чекают Рошана. Рошана все еще нет. Знают об этом прекрасно сейчас, ноупинг. Там еще нужно понимать. Так, Бэтрайдер может поймать. У Аноунов потихоньку пушится бот-линия. Мы видим, какая огромная пачка с двумя катапультами идет. И сейчас нужно не забыть про это Аноуном. Подкопали куму. Так, не искупляет куму. Хорошо, но слишком много контроля прямо в куму. В одного, ладно. С другой стороны, если заберут неплохо, он все равно без байбэка. Я прекрасно это знаю. Следующий на очереди баунт-хантер. Гем там выбили, я так понимаю. Минус 2 сделали. Хорошо. Поймать можно еще кентавра. Эх, нечем зацепить более. Стампит заставили прожать. Тоже хорошо. Но насколк без байбэка минуту 20 будет еще и БХ тоже минуту без байбэка. Нету глифа. Нету глифа фортификации. Вы посмотрите, как быстро разваливаются бараки. Да, минус вторая сторона. Морт очень жестко лупит по баракам. Минус третья сторона будет. Мега-крипы. Как же, как же Морт с Солором наваливает. Просто жесть. Как же больно здесь строение. Ну все, Морт пошел уже в разнос. По Т4 получает стан. Копии летят. Все дела. Заканчивается жизнь у кентавра здесь. Кентавр еще буквально пару ударов. Он погибает в байбэке. Кентавр поживет какое-то время. Выбивает его диск из бэтрайдера. Но бэтрайдер, скорее говоря, плевать на это. Драка продолжается. Арина отхватила от ланса. Бэйл запер, так кажется, в ней. Но он готов боевать. Он говорит, это не вы меня заперли здесь. Это вас заперли со мной. Просто убивает всех игроков. Команды. Бэйл тоже. Он не умер. Он живой. Он живой. Ультракилл делает, Тима. Три байбэка сразу. Три байбэка. Да, но это три байбэка. Это четыре байбэка, чтобы забрать Рошана. Из-за Рошана надо будет бороться. Но он... Но, не знаю. Но, смотри, как я еще кальку не могу. Тут просто подниму с армором. Я думаю, никак они не успеют уже это сделать. Даже физически добежать туда. Рошан еще с сыром и рефрешером, ко всему прочему. Так, ну что ж. Два лосо есть ботровой. Нужно быть очень аккуратным сейчас Пээлло. Потому что его могут просто не выпустить из-под контроля. Да, нужно как-то от обороны. Через 80 секунд появится только Кентавр. На байбэк ему вообще не хватает, я так понимаю. Да, и денег тоже не хватает. Точнее, я вредил, что не денег. Я думал, что у него таймер. Таймера нет, денег не хватает. Так, ну что. Заходит у нас Snow Pink. Огромный ЧП с Aegis. Ничего не боится, летит вперед. Тем временем у нас Пээлло. Пээлло, Пээлло спасти! О, есть байбэк. Пээлло байбэк, это окей. Выбили он диск. Пошел Торреншторм. Пока что от... Простите, не Торреншторм. Торреншторм пошел только сейчас. Пошел просто обычный Торреншторм. Но тут не важно. Тут уже драка по Т4. Т4 вышки падают. Трон горит. Посмотри, что происходит. Он устал играть уже. Гли фортификации нажимают парни из команды Unknown. В это время умирает вся команда Unknown. Практически все очень битые. Пытается воевать Фатом Ланцер. Ему очень больно. Пошло еще одно лассо. Возит Кунка. Кунка погибает. Но в это время падает Трон. И на этом вторая карта заканчивается. Но какая вторая карта? Просто вау! Кто бы мог подумать, как говорится, что вот такая развязка... Продолжение следует...